В территории Украины навести конституционный и правовой порядок в стране. Также мы просим братский народ Российской Федерации в лице Владимира Владимировича Путина содействовать обеспечению безопасности законной главы украинского государства Виктора Федоровича Януковича. Что вся вертикаль государственной власти в стране за войне и давление стран Запада приняли ответственно решение о на страны. Но несмотря на это в стране уже начало рискнуть лица кровь мирных разов и защитников в том, что происходит в других городах и поселках страны. Даже страшно подумать. Пожалуйста, не оставляйте нас в беде. Это мы обращение приготовим. Вы это не согласны? Вы это не согласны? Федерализация нашей страны. Законы федерализма позволяют нам гуманитарно экономизировать. Вика, иди сюда. Вика, иди сюда. Вика, иди сюда. Вика, иди сюда. Дайте руку. Слава Донбассу! Слава Донбассу! Слава Донбассу! Теперь мы официально защитываем обращение. Донбасс! 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 Украины. Заявление в соответствии с Конституцией Украины, редакция 21.02.2013 года. Президент страны, вступая в должность, обязуется оставить права и свободы граждан, исполнять свои обязанности в интересах всех соответственников и вступать гораздо в Конституцию и соблюдение законного порядка на территории Украины. Статья 104. В настоящее время, в результате вооруженного переворота, власть захвачена круто лиц, которые угрожают своими действиями безопасности украинского народа, основываясь на финансовой и политической поддержке США и стран Евросоюза. Не имея на то никаких правов с одновременно, данные лица совершают преступную деятельность, направленную на уничтожение национального и экономического суверенитета Украины. Группа нарушает Конституцию и все законы страны. Самоправооблашенные власти разжигают лиц национальную и политическую граждан между отдельными частями Украины. Преследуют иных мыслищих, открыто пропагандируют фашизм и нацизм. Эти люди при поддержке олигархических кругов путем установления контроля над силовыми структурами и средствами массовой информации подавляют все попытки протестов. Таким образом, над мирным населением Украины нависла реальная угроза фашистского уничтожения. В настоящее время никакие нормы права на территории страны не соблюдаются. Кроме права силы, по городам открыто передвигаются вооруженные формирования, узаконенные под названием национальной партии. На улицах и площадях звучат устрелы. Кипнут люди. Наряду с этими самозванное правительство от имени народа Украины заключают международные договора и подписывают соглашения, которые угрожают резким ухудшением экономической ситуации, потери государственной собственности, обнищение основной массы населения, уничтожение всех систем социальных гарантий и обеспечений в наступившем хаосе, ведущем Украину в гражданской войне. Мы обращаемся к вам. Виктор Федорович, как леонидного президента Украины, с просьбой защитить нас от действий лиц, незаконно захвативших власть. Конституция Украины просит вас незамедлительно принять меры на восстановление в стране конституционного права, обеспечения государственной независимости и национальной безопасности. Пошел! 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 Вы имеете возможность остановить этот предел, действуя в разном своих полноводиях. Статья 106-я, пункт 17-й, 19-й, 20-й. В это обращение за помощью главок других отставок, не предстающих заходов. Игорь, помогите нам, пожалуйста. Мы вас верим. Мы вас ждем. И как остаться в 2021 году, вы поднимали на площади миллионы людей. Мы верим, что вы способны поднять и сегодня миллионы надпасовцев, миллионы регионов. Поддержку вас, как законного президента, и вашей власти. Огромное вам заранее спасибо. И я надеюсь, что вы не подведете нас. И вы, глядя на нас, поверите в себя, в свои силы, что мы можем преодолеть это все хамство, сообща вместе, дружно, как когда-то мы это делали давно. За вас! Янукович! 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 Янукович!